Привет, друзья! Сегодня говорим про такую штуку, как 1С для интернет-магазина. И когда клиенты нас спрашивают про 1С для интернет-магазина, все подразумевают, что мы сейчас достанем вот такую вот желтую коробку с птичкой или с нашим логотипчиком, или там с какой-нибудь красивой картинкой, и там будет написано 1С для интернет-магазина. Не, ну, конечно, замечательно, что компания 1С выпускает конфигурации для самых разных случаев, но вот именно для интернет-магазина, как ни странно, конфигурации не существует. Все дело в том, что эта конфигурация прекрасно заменяется существующими конфигурациями, а смысл работы интернет-магазина, в общем-то, мало отличается от функционирования обычного магазина за рядом нескольких исключений. Конечно, у интернет-магазина гораздо меньше головной боли, гораздо меньше проблем, которые нужно решать, и гораздо проще такой бизнес запустить. Но если говорить про автоматизацию тех процессов, которые существуют, вам потребуются те же самые программы. Всегда есть некоторая витрина, представленная стандартной CMS или каким-то способом организации вот этого вот пространства, где клиент что-то смотрит, выбирает и добавляет в корзину. Это аналог торгового зала у реального физического магазина. Всегда есть процесс оплаты и процесс обмена какой-то информацией, там, банковские данные, потом какая-то отчетность, связанность с бухгалтерией, ведение самой бухгалтерии. Это, в принципе, эквивалентно простому магазину. И следующий момент, который есть в магазине, это, конечно же, управление процессом торговли. И, конечно же, у любого интернет-магазина всегда есть процесс, который связан с приобретением товара, с реализацией, собственно, товара, с введением склада, с упорядочением склада, с наведением порядка в номенклатуре и с каким-либо способом учета того, что существует. Ну и следующий важный момент – это, в общем-то, реализация интеграции с различными сервисами, интеграции между сервисами, которые одни считают бухгалтерию, другие считают там количество товара, интеграция со складскими программами. Поэтому, если выделять основные участки, которые есть у интернет-магазина, то это будет, конечно же, витрина, это будет бухгалтерия, это будет отчетность различных видов, это будет взаимодействие с контрагентами, это будет введение самого товара оборота, и это будет введение склада какое-никакое. Для каждой функции, которую мы сейчас перечислили, существует отдельная конфигурация T1S. И, как я уже сказал в самом начале, вы вряд ли достанете коробку, на которой будет написано 1S для интернет-магазина. Конфигурация, которая для этого используется, довольно известная. 1S-бухгалтерия, про которую мы рассказывали очень много, у нас Вячеслав про это постоянно рассказывал, посмотрите, вспомните разные аспекты этих систем, интересные моменты, которые с этим связаны. И, в общем-то, вот 1S-бухгалтерия просто берется, и из коробки прекрасно работает в интернет-магазине. Если требуются какие-то сложные доработки или сложные исправления, нам нужно взять не 1S-бухгалтерия базовая, а 1S-бухгалтерия типа проф. Если мы такую конфигурацию берем, мы уже можем бухгалтерию расширять очень значительно. Но, в общем-то, для нас самым важным здесь является, что мы можем получать актуальные версии отчетов для налоговой, для различных служб, которые с этим работают, для государственных структур, и все это будет делаться одной кнопочкой. И, в общем-то, для интернет-магазина ничего больше, чем 1S-бухгалтерия вообще не нужно, для ведения бухгалтерии имеется в виду. Дальше мы сказали про то, что у магазина есть некоторый участок, который подразумевает, собственно, непосредственную работу. Это взаимоотношения с клиентами, это простенькая серая эмка, это варианты ведения складского учета, это варианты ведения, скажем так, номенклатуры товаров в магазине. С этой целью прекрасно справляется 1S-управление торговлей. Эта конфигурация позволяет неплохо интегрироваться в бухгалтерии, буквально из коробки все это делается, и проблем обычных никаких не возникает, а вот все функции, которые мы перечислили, будут вполне себе неплохо работать. Помимо этого, что 1S-бухгалтерия, что 1S-управление торговлей, в которой есть номенклатура товаров, мало того, что неплохо интегрируются друг с другом, еще и неплохо интегрируются с внешними какими-то компонентами. Мы сказали, что нам нужно организовывать витрину магазина. Витрина магазина должна содержать, соответственно, товары, которые будут строиться из номенклатуры, ценовые какие-то предложения и, в общем, общую информацию. Для того, чтобы это делать, используется такая штука, которая называется CMS – Content Management System. Это могут быть самые различные варианты. Это может быть даже Bittrex. Один из Bittrex, который очень хорошо интегрируется с управлением торговлей и с бухгалтерией. Это могут быть какие-то сторонние решения, типа WordPress, Joomla или любой другой CMS современный. Еще есть OpenCard для магазинов, очень активно используется. Несмотря на то, что в стоке эти системы неплохо друг с другом интегрируются, бывают случаи, когда гораздо проще купить конфигурацию, которая называется комплексная автоматизация. Она содержит управление торговлей и бухгалтерию. Там можно сразу все это делать в рамках одной системы. Это чем удобно? Это удобно тем, что у вас есть магазин сразу какой-то средний, не маленький, где сначала нужна только бухгалтерия, и как такового товара пока нет, продавать нечего. У вас эта конфигурация прекрасно подойдет для дальнейшего развития. Например, вот мы уже приводили спортивный магазин как вариант ведения бизнеса. Если вы там будете использовать комплексную автоматизацию, на базе этой конфигурации вы потом сможете прекрасно развить ваш магазин до среднего и высокого уровня. Кстати говоря, если вы индивидуальный предприниматель, вы, в общем-то, можете заменить один из бухгалтерии, такая конфигурация 1С-упрощенка. И обычно этого вполне достаточно, если магазин не будет там очень сильно развиваться, если вы, скажем, маленький автор, который продает, ну, пускай, там, картины ручной работы. Упрощенки для вас вполне будет достаточно. Есть еще два важных момента, которые здесь обязательно нужно проговорить. Мы сказали, что для того, чтобы подружить управление торговлей и 1С-бухгалтерию, иногда уместно купить комплексную автоматизацию. Но иногда это совсем неуместно. Все дело в том, что бухгалтерия – это такая конфигурация, которая должна постоянно обновляться и постоянно должна, скажем так, идти в ногу со временем. Появилась новая форма отчета в налоговой, у вас эта форма должна быть правильной, она должна в систему подгрузиться и должна быть корректной. В общем-то, для того и дело это автоматизация бухгалтерии, чтобы формы были корректные, чтобы они своевременно обновлялись и чтобы их потом, соответственно, принимали те органы, которые это контролируют. Если у вас обновление не произойдет, то, соответственно, вы и не сдадите потом ни один отчет. Это огромная головная боль, куча проблем, которые никому никогда не нужны. В случае, если вы используете комплексную автоматизацию, у вас управление торговлей и бухгалтерия уже слиты в одну единую конфигурацию. Не получится взять бухгалтерию и обновить ее отдельно. Законодательство никогда не требует ничего от управления торговлей. Один из управления торговли – это конфигурация, которая нужна вам для удобства учета, для удобства ведения вашего бизнеса и для актуализации информации по вашему магазину. И на базе конфигурации можно допилить чего угодно и сделать с ней чего угодно. Поэтому каждое обновление чревато тем, что управление торговлей превратится из доработанной на огромную сумму конфигурации, отвечающей полностью вашим требованиям, в стандартную конфигурацию, которую вы получили в коробке. Еще потом какую-нибудь там базу не подгрузить, самописанную или что-нибудь такое. Поэтому, еще раз повторюсь, что иногда выгодно комплексную автоматизацию заменять бухгалтерией в паре с управлением торговлей. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это интеграция с маркетплейсами. Сегодня интернет-магазины стараются как можно активнее взаимодействовать с маркетплейсами. И тот же самый Ozone, тот же самый Valberis, это такие площадки, на которых, в принципе, обязательно нужно каждому интернет-магазину разместиться. Для того, чтобы это сделать, нужно использовать или автоматизированную выгрузку товаров для синхронизации с личными кабинетами этих магазинов, этих маркетплейсов, или вручную сажать человека, который будет все это перебивать туда, заново вносить номенклатуру, что, в общем-то, обычно занимает огромное время и требует огромного психического здоровья, потому что сидеть, перебивать эти модели – это работа одна из самых неприятных, которые, наверное, может быть. Это очень просто решается, если синхронизация легко настраивается. И, в общем-то, что управление торговлей, что комплексная автоматизация обычно имеют удобный лист выгрузки для синхронизации с такими магазинами. Но иногда все бывает сложно, потому что часто номенклатура ведется, скажем, в CMS-ке. CMS какая-то нестандартная, например, какая-нибудь там Joomla, хотя это и более-менее стандартная CMS-ка, с которой, в принципе, удобно работать. Но представим себе любую нестандартную CMS, и нам нужно как-то синхронизировать CMS-ку с тем, что у нас есть в маркетплейсе. И вот эти вот хвосты очень редко срастаются. Поэтому здесь стоит обратить внимание, что, в общем-то, опять нам рационально использовать то же самое управление торговлей отдельно. Отдельно использовать бухгалтерию, отдельно использовать CMS-ку. Всю номенклатуру ввести в управление торговлей и делать выгрузки в CMS-ку, делать выгрузки в маркетплейсы и синхронизацию с бухгалтерией. Всем спасибо за внимание, надеюсь, было интересно. Если вопросы есть, пишем их в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!